Сегодня у нас хорошее с Настенькой настроение. Еще не гуляла. Сейчас пойдем погуляем и возьмем с собой лунку. Только я не умею ей надевать ни ошейник, ни штучку. Да придется Болю позвать, а Боля с друзьями на первом этаже. Они собираются и там сидят, разговаривают, проводят время. Боли с нами неинтересно. И оно правильно. Все-таки уже такой возраст. Хочется больше с друзьями проводить, чем с нами, да, Настюш? Уже ты вырастешь, тоже будешь больше с друзьями. А что ты косой расплела? Тебя заплела, Настюша. А-а-а. Заплетай, трещи же волосы и заплетай. Вот так вот сюда косичку и сама попробуй заплести. Пока я накрошу. Пойдем. Да, Луночка, ты готова с нами гулять? Луна, вчера. Сейчас пойдем часа на два, пройдемся, на качелях покатаемся. Ой, я люблю. Там же сейчас много лечей. Ну, ветер опять. Ветер 22 градуса. Вчера у нас сильный ливень был. Сегодня жарко. Ну, ветер, конечно. Не привыкли мы к такому сильному ветру, что было жарко и такой сильный ветер. Ага. Мама, кто тут лежанку ставит? Где он? Ну, туда положи. Вот туда она обычно у нас лежит. Так. Может, ты тут где-то косу заплести? Потому что залезли. Давай. Давай я тебе заплету. Нет, давай я. Ну, давай сама заплетай туда. Сейчас перейдем себя в порядок. Мы же все брали. Я тут тоже полы протерла. Настя сама постели заправила. Я пока там купалась, вышла. Смотри, у Настя уже все заправила. Вообще помощница, умница такая. Я вышла, быстро промыла полы. Все. Мы готовы. Немножко так подкрашусь чуть-чуть. Совсем не буду сильно. Так, слегка. Вот, в общем, тех, кого переселили с нашего отеля, поселили уже не в отеле, а такой вот как комплекс. Там стоят две двухъярусные кровати, столик. В общем, так. Ну, нормально. В принципе, была бы крыша какая-то над головой. Честно говоря, уже от отеля очень сильно все устали. Я не знаю, как-то он... Но Настя тоже устала, да, Настя? Да. Хочется что-то более такого или домашнего. Дочка, какая-то... Овощей очень хочется борща сварить, супа сварить. Как вам, мам? Как тебе такая госичка? Так, хочу супа, борща. Хочу оливье, настоящий оливье. Ой, я не люблю оливье. Лучше крабовый. Ну, дети, крабовый я бы оливье поела. С картошечкой, толчоночкой. Такой вот, знаете, настоящий. Или борщ, борщ. А тут же искусство. Она не такая, она тянется почему-то, как-то... Такая, ну... Как-то как мне картошка. А такая вот у меня косичка. Сейчас некоторые напишут... Ух ты, Насту, немножко красиво. Сейчас некоторые напишут, у нее устраивает пища. Да, да, действительно, мне очень хочется вернуться к своим питаниям. Так как питались мы, то, что кушали мы. Так, с каркетчик. Вот. Где кипка? С удовольствием, да сама что-то готовила. А мне, а где кипка? Кипка? Да там же. Нету. А, не видела. Там, не видела как-то, она там лежит, наверное, на месте. Дошла. Вот, жду, не дождусь, когда это случится. Вот, где моя мама? Ага, красиво у нас. То есть, надо только штаны выглядеть. Иди, пожалуйста. Жду, не дождусь. Вот, про маму же хотела сказать. Шахтерский, да, действительно, мне там в комментариях написали, что попала ракета. В общем, осколками там. Ой, я не буду говорить, что там было. Там страшно. И прям по Ломоносово улице. Со мной мама рядом вот, они финские домики. То есть, финские домики, это вот они, это улица Ломоносова, это Заслонова, вот они, представляете. И прямо на этой улице смотрю, что всё знакомо. В шоке. На этой улице Ломоносова загорелся полностью дом. Там очень много людей этих домов уничтожены. Я, в общем, звонила, писала, в общем, не было ответа. Мама вообще не отвечает. Вчера отозвался брат. Говорит, да, действительно, всё вот это было. Но мама не пострадала. Это вообще творится везде, на всех территориях. Понимаете, неважно, оккупированная, там не оккупированная. Донецкая часть, не Донецкая. Везде, понимаете, по всему, по всему периметру. Это всё происходит. И там очень опасно находиться. Я, если бы так получилось, я бы ещё раз выбежала, спасала своих детей. Потому что надо предвидеть что-то заранее, понимаете. Нельзя вот думать, что а вдруг, понимаете. Ну, так не должно быть. Срава человек, он предвидит, предвидит, понимаете. Какие-то опасности видит вокруг. Это вообще вот, я всегда так делала. Вы знаете, я, когда запасалась там продуктами, я всё предвидела. И я молодец, что это сделала. Потому что сейчас моя свекровь, она забирала всё. И у неё есть, по крайней мере, и запасы и соли, и мыла, и запасы и мука. У меня было три мешка муки и мешок сахара. У меня были запасы риса. Вот, я запасалась всеми хозяйственными делами. У меня было очень много всего, поэтому я рада. У меня были забиты морозильные камеры. Я печень куриную покупала, забивала морозилки. У меня были гуси и утки. Было всё для того, чтобы прожить полгода спокойно, не выходя. И картошка там у меня была какая-то в погребе закрутки. Поэтому я рада, что это всё-таки пригодится. Вот. Так что, ребята, надо всё предвидеть заранее. Понимаете, заранее. А не жить одни днём. Да, ладно, сегодня там так, кто знает. Конечно, может быть, если бы я знала, что так получится, может, я не тратила бы кучу денег. Я потратила тогда очень много денег на то, чтобы делать закупки. Мы с Настей ходили, помню, закупались. Это, конечно, было потрачено. Но ничего, зато пригодится. Пригодится. Пригодилось. Вот так вот, ребята. Ну, пошли гулять. Сейчас мы, конечно, уже живём более как одним днём. Так как нет своего. У меня ещё немного голоса хрип. Я уже так выздоровела, но... Голос немножко осел. Вот так вот, ребята. Вот так. Мама моя не отзывается. Отозвался брат. Там у них по... Эта линия... Как это называется? Господи, свет. В общем, линию. То есть, ни слова, света нет. Что? У тебя света сидят... Очень многие. Вот так вот. Всё, накрасилась немножко легче. Теперь надо знать поле, чтобы на лунку прицепляла. Не знаем, как у лунки поводок прицепить, потому что на неё уже цепляется. Вот уж как-то на спине. Я снимать умею. А как прицепить? Сейчас мы полю наберём. Поля придёт, нам всё сделает, и мы пойдём. А я знаю, где она мне будет с ней исходить. Вот эта штука и вот этот поводок. Не знаю, как там всё это. Завтра мы поедем с Настей в Тарагону. У нас там запись сита. А это надо как-то надеть на луну, а потом эту штуку надо как-то к этой штуке. Будем делать. Что ты никогда не хочешь? Я звать Полю вам. Давай. Будем делать... Так, её господи. Счёт в банке открывать. В общем, тут не карточку делаются, а именно счёт в банке. Ну, потом, возможно, сделают карточку, чтобы было как-то нам, ну, как-то попривычнее. Ну, вот мы с Настенькой надели на себя кофточки, потому что ветер. Пойдём. Ну, вот так мы идём с лунтиком. Всё, отправились. Ветер такой. Ой, ещё сильнее, чем был. Такого ещё, кажется, даже не было. То возле моря был сильный, а это... А это даже вот на выходе. Прям сносят. Красота. Какие красивые тоже цветочки. Всё красиво. Зелено, тепло. Если б не ветер, было хорошо. Красота. Всё, пляжный сезон начался. На море купаются очень много машин. Всё, уже сдаются номера. Поэтому уже вот-вот. Ну, знаете, мне очень хочется, чтобы у нас уже с Атыли переселили. Потому что людей, которых переселили, помогают оформить уже медицинские карточки людям. Потом детей в школу помогают устраивать. Это значит, это уже на долгое время людей переселяют. А вот как мы, то это всё временно. Ой, вижу палисанечек. Ой, какие маленькие пальмы. Как красиво. Это настоящая пальма? Да, Настенька, это настоящая пальма. Она цветёт. Нет, это всё настоящее. Как же красиво. Как же тут красиво. И жарко. Боже. Ой, красота. Красота. Вижу, скоро лилии зацветут. Это, ребята, Ла Пинеда. Боже, какая красота. Как же оно красиво цветёт. Смотрите, сдалека. Шик, шик один, шик и всё. Он сейчас напишет мне опять некоторые, что я не была, ни разу не видела такой красоты. Поэтому так восхищаюсь. Да, ребят, да, действительно, я восхищаюсь. По телевизору только видела. Если действительно всё красиво, почему бы не говорить об этом? Но ведь это, посмотрите, как красиво. Это не фиалки, а фиалки-шмамики. Это просто такой цвет. Похож на фиалки. Ай, фиас. А вот Алоя. Мы зашли в такое место, где ни разу ещё не были. Мы очень далеко зашли. Хочется просто пройтись и посмотреть, как в других местах. В общем, везде-везде отели, вы видите, да? Нет такого места, где не было бы отеля. Всё, Лапинеда ожила. Да, просто такое движение. Сегодня ещё воскресенье. Ожила Лапинедушка. Много теперь тут отдыхающих. Всё. Номера все вот завитывали. Видно? Илунка идёт. Ожила Илунка на улице. Вчера был такой ливень, что Лунчику нельзя было выходить надолго. Оля выводила только в туалет, и всё. Так, ну что, вперёд. Держи, если вдруг будет собачка какая, я возьму. Оля выводила. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...